МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 73-я годовщина Великой Победы. Открытие памятника Марине Попович. Последние звонки, слет работников культуры. Последний месяц весны выдался богатым на события в разных сферах жизни Щелковского района. Здравствуйте! В эфире программа «Говорим о главном» в студии Олеси Богданова. Сегодня мы подводим итоги мая. Начнем с главной темы. 73 года прошло с окончания Великой Отечественной войны. Чем дальше от нас победный май 45-го, тем меньше остается свидетелей тех страшных событий. И, наверное, самое простое, что мы можем сделать для них, всегда помнить великий подвиг, рассказывать о нем детям и внукам. В Щелковском районе прошло более 200 мероприятий, посвященных Великой Победе, в которых приняли участие свыше 100 тысяч человек. 9 мая наши съемочные группы в течение всего дня следили за ходом празднования, в том числе и в прямом эфире. Давайте вспомним самые трогательные и запоминающиеся моменты праздника. 9 мая не просто день в календаре, а особенная дата для всех жителей нашей страны. 73 года назад советский народ положил конец кровопролитию. 27 миллионов жизней унесла Великая Отечественная война. И хотя уже не одно поколение сменилось с тех пор, сквозной раной через года проходят эти трагические страницы нашей истории. Поэтому День Победы с годом в год остается праздником, но со слезами на глазах. В Щелковском районе тоже чтут своих героев. На данный момент здесь проживают 217 ветеранов Великой Отечественной войны. У каждого человека есть сердце, и у хороших людей оно как губка. Оно впитывает вот такие события для того, чтобы сознание было крепким. И то, чтобы сознание помогало людям понимать, какой подвиг совершен все-таки в Великой Отечественной войне, какая великая победа. Это семья моего отца со Смоленщины. И как раз Вяземский котел – это то, что я знаю из воспоминаний моего деда, моего прадеда, потому что мой дед и мой прадед, они служили. Прадед служил Первую мировую, воевал гражданскую и Великую Отечественную. Это то, что прошло через нашу семью. Накануне праздника и в сам День Победы в Щелкове и в поселениях прошло более 200 мероприятий, торжественные митинги, акции, возложения, шествия. А минуты молчания, кажется, сложились в часы. День Победы, безусловно, память. Память не только для старшего поколения, не только для тех, кто сам видел эту войну, но и для нас, для молодежи, потому что, безусловно, важно воспитывать в человеке вот это фантастическое чувство. Спасибо ветеранам за то, что они победили. Если бы они не победили, то нас бы здесь не было бы. Это очень такой трогательный праздник. Мы должны ценить их, уважать, любить. Мы гордимся тем, что они для нас сделали. Спасибо вам большое. В Щелкове торжества начались с памятных митингов на Гребенской горе и у Вечного огня микрорайоне Чкаловский. Ярко и массово прошел традиционный парад. Шествие двигалось от площади Ленина по Первому советскому переулку, Пролетарскому проспекту и завершилось на мемориальном комплексе «Аллея памяти». В центре внимания главные герои праздника – те, кто, не щадя себя, добывал эту победу. Тысячи людей поддержали всероссийскую акцию «Бессмертный полк». Бок о бок шли люди разных возрастов и профессий, для которых память о подвиге предков – не просто слова. Незримо присутствовали среди них и павшие герои. Эта акция памяти всегда вызывает особый трепет в сердцах. В очередной раз говорит – никто не забыт, ничто не забыто. Я хожу на эту акцию с портретом моего дяди Ковалева Максима Васильевича. История у него действительно связана с битвой за Москву и, кстати говоря, с Щелковским районом. Он проходил службу в автомобильных войсках и начал войну в Бобруйске. От Бобруйска дошел до Москвы и от Москвы до Кенигсберга. Весь день торжества сопровождала музыка военных лет, всеми любимые композиции, песни того времени звучали на площади Ленина на протяжении нескольких часов. Праздничные мероприятия проходили и в городском парке культуры и отдыха. Ярким завершением празднования Дня Победы стал красочный салют. Вот так отметили День Победы в Щелковском районе. Приятно осознавать, что с каждым годом все больше людей стремятся принять участие в памятных мероприятиях. Рассказать своим детям об одной из самых трагичных и одновременно значимых страницах нашей истории. А мероприятия, посвященные 9 мая, продолжались и после. Уже в пятый раз в Московской области прошла масштабная эколого-патриотическая акция «Лес Победы». В ней приняли участие около 300 тысяч жителей Подмосковья, более 5 тысяч – жители нашего района. Акция очень символичная. Она не только помогает восстанавливать лесной массив, но и увековечивает подвиг воинов. Забота об экологии – это общее дело. Уже в который раз на территории Московской области проходит акция «Лес Победы». Приуроченная к одному из главных праздников страны мероприятие собирает тысячи неравнодушных людей. И Щелковский район присоединяется. Спасибо, что пришли. Спасибо, что мы вместе. Вместе, когда мы будем. Нас никто не победит. Наша страна держится только на великой дружбе, на великой взаимопомощи и на великой ответственности перед памятью наших предков. На территории муниципалитета было организовано 4 крупных площадки и 7 малых, но центральной точкой стала просека в деревне Новая Слобода. Желание отдать дань уважения подвигу ветеранов и внести вклад в восстановление лесов объединило множество людей – и детей, и взрослых. Высаживают деревья и те, кто, не щадя себя, тогда, 73 года назад добывал победу. Сергей Сергеевич, ветеран Великой Отечественной войны, традиционно участвует в акции. Это благородное дело. Оно потом, знаете, вырастет такой прекрасный лес. И молодые, которые растут сейчас, будут сюда ходить за грибами. Вооружившись мечами Колесовой, взяв в руки саженцы ели, участники распределились по площадке и принялись высаживать молодые деревья. Для меня это еще и возможность отдать долг и почтить память всех, кто ковал победу, всех, кто принимал участие в боях, трудился на заводах и в тылу, и, конечно же, тех, кто погиб в той Великой войне. Ну и самое главное – это то, что мы, сажая каждое дерево, кланяемся нашим ветеранам, тем, кто не вернулся с войны, отдал свою жизнь за наши мирные небыли. Работа нашлась всем. Многие приезжали целыми семьями. Акция полюбилась и со всем юным участникам. У каждого своя мотивация. Но цель общая – восстановить зеленые легкие подмосковья. Я очень люблю в огороде работать у бабушки. А так у меня огорода нет, но я мечтаю о нем. Фундамент свое будущее мы закладываем сегодня. В Новой Слободе на площадке площадью почти 8 гектаров сегодня высадили 32 тысячи таких вот маленьких елочки. А всего же в день акции «Лес Победы» в Щелковском районе высадили более 50 тысяч таких вот сеянцев и саженцев. И уже через несколько лет маленькие саженцы превратятся в могучие деревья, олицетворяющие безграничную благодарность нашим предкам. В годы Великой Отечественной войны более 30 тысяч жителей района ушли на фронт. Свыше 8 тысяч не вернулись. Из них судьба половины до сих пор остается неизвестной. Сохранить память о них – наш долг. В Африанове состоялась церемония захоронения Ефима Герасимовича Базлова. Он ушел на фронт в 1941-м. Родные считали его пропавшим без вести. Спустя 73 года после окончания войны поисковики нашли место гибели бойца. Рядовой Ефим Герасимович Базлов ушел на фронт из Фрянва в 1941-м. Единственной связью с родными служили письма. Последнее пришло в 1943-м. Приходило письмо. Они должны были встретиться в Щелкове, тетя Настя и мамка. Но поезд ушел. И они решили, что раз санитарный поезд, он, наверное, был ранен. Потом писем не стало. Родные считали Ефима Герасимовича пропавшим без вести. Во время очередной экспедиции в Запорожье, в воронке от немецкого снаряда, украинские поисковики нашли останки красноармейца и еще троих советских солдат. Знак гвардии был найден при нем. Это та самая записка, которая лежала вот в этой гильзе. Поисковики украинские нашли останки солдат. У одного из них оказалась записка, которую смогли прочитать. И дальше уже через интернет начались поиски родственников. По просьбе родственников волонтеры военно-патриотического центра Северо-Западного федерального округа доставили останки в Россию. В Ленинградской области их передали поисковикам щелковского отряда «Витязь». Они находились там на раскопках. Поисковая работа проходила в рамках благотворительного проекта «Путь домой». На въезде в Щелковский район экспедицию встречали участники клуба внедорожников «Браверс 4х4». У мемориала фронтовикам в Литвинове родные встретили бойца. В последний путь провожали с почестями всем поселением. На центральном мемориале воинской славы во Фрянове в строгой выправке замер почетный караул. Десантники – юнормейцы. С Ефимом Герасимовичем пришли проститься племянница, невестка и внуки. В Щелковском районе появился символ чести, верности и преданности всех нормальных людей, проживающих и в Украине, и в России. Потому что такие люди и там, и здесь в большинстве. И все вместе мы должны понимать, что подвиг, который совершили наши предки, никогда не должен быть забытым. Ефим Базлов – первый поднятый поисковиками солдат из Щелковского района, который был опознан и переправлен на родину. «Наш дедушка, мой свекор, вернулся к нам. Теперь мы его похороним рядом с бабушкой. И спасибо очень большое поисковикам, всем, кто проделал эту работу». Поисковики вручили родственникам погибшего медаль, шагнувшую в бессмертие. Ею награждаются солдаты, офицеры и гражданские люди, погибшие при защите Отечества. Похоронили земляка на старом кладбище рядом с супругой Анастасией. Имя рядового будет увековечено в 30-м томе книги Московской области по Щелковскому району. Память будет жить и о почетном гражданине Щелковского района Марине Попович. На аэродроме Чкаловский в честь легендарной летчицы открыли монумент «Книга памяти». В торжественном мероприятии приняли участие командный и личный состав гарнизона, ветераны летно-испытательного центра, ученики отрядов юнармия «Юный Чкаловец», родственники Марины Попович и председатель Совета депутатов Щелковского района Надежда Суровцева. МИГ-21 возвышается на аэродроме Чкаловский в память о всех авиаторах, сделавших небо своей второй родиной. Именно на этом истребителе летчик-испытатель первого класса Марина Попович когда-то первой среди советских летчиц преодолела звуковой барьер, за что получила звучное прозвище «Мадам МИГ». И оно отлично характеризовало Марину Лавретьевну на протяжении всей ее жизни. Быстро и решительно она бралась за дело и добивалась успеха во всем – от авиации до поэзии. В ноябре прошлого года легендарная летчик-испытатель ушла из жизни. Увековечить ее память и наследие было решено на родном для летчицы Чкаловском аэродроме. Теперь рядом со знаменитым истребителем установлен оригинальный монумент – буквально книга памяти. Пройдут года, десятки лет, но подвиги не умирают. Они, как гордый чистый свет, сквозь даль времен всегда сияют. Строки на мемориале принадлежат самой Марине Попович. Они посвящены всем, для кого большая, возможно, самая важная часть их жизни протекала в небе. Это дополнение к композиции, ушедшим из жизни летчиков, авиаторам. И основная идея – это не то, чтобы сохранить о ней память, а то, чтобы на ее памяти развивать дальнейшее патриотическое воспитание не только молодого поколения. Воспитание патриотическое нужно всем поколениям. Мы очень хотели увековечить и память и Марины Лаврентьевны, мамы, и всех тех летчиков, которые, к сожалению, уже ушли из этой жизни. Таких, как она, единицы. Она прожила яркую, насыщенную жизнь. Свой миг между прошлым и будущим она вела на полной скорости. Немертнущая звезда в нашей памяти – женщина-легенда. За открытием монумента наблюдало и подрастающее поколение – участники отрядов юноармии. Авторы мемориала надеются, что именно им эта память о героях-авиаторах даст возможность верить в будущее и мечтать о большем. А теперь давайте поговорим о других событиях. В микрорайоне «Солнечный» стартовало строительство школы. Этого события здесь ждали давно. Речь о возведении учреждения зашла еще более 20 лет назад. Позже в микрорайоне появился котлован. Но потом работы приостановили на многие годы. Решить наболевший вопрос и возобновить возведение объекта удалось только сейчас. Состоялись конкурсные процедуры по выбору подрядной организации. Ей стала компания «Стройтрест-22». С удовольствием подписывает контракт. Уверен, что объект будет построен в установленные сроки. Коллеги, вы присутствует в очень важном событии – подписание контракта на строительство школы. Поэтому я прошу с высокой ответственностью подойти к фазе подготовки строительства и, соответственно, строительству. У компании уже имеется опыт строительства социальных объектов в Щелковском районе. Так «Стройтрест-22» занимался возведением школы в микрорайоне Лукиноварина и детского сада Ванечково. По словам районного руководства, контроль за строительством столь важного для Щелкова объекта будет вестись достаточно тщательной. Главное – это сохранение сроков строительства и высокая динамика работ. 1 июня состоялась торжественная церемония закладки капсулы с посланием потомкам – фундамент школы. В июле предполагается завершить работы по строительству фундамента и приступить к возведению стен и перекрытий цокольного этажа. Площадь здания составит более 17 тысяч квадратных метров. Согласно контракту, завершиться строительство образовательного учреждения должно в конце 2019 года. Школа в Солнечном должна способствовать решению проблемы второй смены в общеобразовательных учреждениях. Мы очень надеемся, что строительство этой школы поможет создать новую образовательную точку в Щелковском районе с высоким уровнем образования, как всегда это и бывает. Сейчас идут подготовительные работы, восстанавливают ограждения строительной площадки и подписываем документы. Строительство должно завершиться к декабрю 2019 года. В Щелковском районе расширяются возможности для ведения бизнеса. Напомню, регулярно проводятся так называемые инвестиционные часы, где предприниматели могут представлять свои проекты и получить необходимую помощь. Большим подспорьем для ведения малого и среднего бизнеса становятся и каворкинг-центры. В мае в Щелкове открылся уже второй центр «Среда Спейс». Он рассчитан на более чем 50 резидентов. Для них обустроены 20 мини-офисов со всем необходимым. Площадка в том числе дает хороший старт начинающим предпринимателям. Когда начинаешь свой бизнес, совершенно необходимо пространство для новых идей, встреч, работы. Каворкинг-центр «Среда Спейс» предлагает именно такую комфортную и доступную площадку для предпринимателей. Его торжественное открытие состоялось в бизнес-центре «Славия». В новом каворкинг-центре уже работают 6 организаций и предпринимателей. Всего «Среда Спейс» способен вместить порядка 50 резидентов. Для них здесь подготовлено 20 мини-офисов. Все они, офисы, приготовлены для работы. Находится там мебель, находятся стулья, есть принтер, есть все необходимое, Wi-Fi. Все включено в стоимость. Также в центре расположены две комнаты для переговоров, конференц-зал на 50 мест, комфортное пространство для отдыха. Есть и несколько оригинальных решений для работы. В новом каворкинг-центре «Спейс» постарались каждый квадратный метр использовать с умом. Так, например, здесь появились вот такие уютные, стильные кабинеты для телефонных переговоров, где каждый предприниматель может уединиться в случае важного звонка. Это уже второй каворкинг-центр, открывающийся в Щелкове. Первым стал «Старт», расположенный в здании Сбербанка на Комсомольской. Сейчас он заполнен резидентами почти на 100%. Мы понимаем, что у нас город немножко разделен на две части. Мы находимся в новом мосту. Тот каворкинг-центр находится ближе к городу Фрейзена, на другой стороне города, а этот каворкинг-центр на этой стороне города. Здесь достаточно демократичные цены и очень хороший подход к начинающим предпринимателям. На открытии было отмечено, что для тех, кто только начинает свой бизнес, руководство центра готово предоставить арендные каникулы один-два месяца, чтобы у молодых предпринимателей было время встать на ноги. И еще одна церемония открытия состоялась в мае. В центральном офисе Щелковского отделения Банка Возрождения на площади Ленина теперь работает окно МФЦ. Таким образом, услуги населению становятся все доступнее. Новый кабинет многофункционального центра работает дважды в неделю, по вторникам и четвергам. В 2015 году в конце мы открыли многофункциональный центр по предоставлению услуг. Помимо этого, у нас все открыты окна и на территориях поселений. И вот сегодня, благодаря Банку Возрождения, мы выражаем огромное слово благодарности, что вы предоставили нам такую возможность открыть еще одно окно по предоставлению услуг нашему населению. В принципе, конечно, основная наша задача, наша в нашем сотрудничестве с МФЦ, это решение основных приоритетных социально-экономических задач нашего района. И поэтому здесь мы делаем большой шаг на встречу предпринимателям, жителям Щелковского района, у них есть возможность получать услуги, приходя в один офис. Мы со своей стороны выражаем слова благодарности Елене Сергеевне за активное взаимодействие. Банк Возрождения является нашим давним партнером, в том числе и по зарплатному проекту, и по обслуживанию терминалов в офисах МФЦ. Щелковский многофункциональный центр сейчас оказывает порядка 400 видов муниципальных и государственных услуг. Их спектр постоянно расширяется, растет и количество посетителей. Новое окно стало 50-м в системе Щелковского многофункционального центра. Май – неизменно горячая пора для отрасли образования. Подводятся итоги учебного года, проводится ряд значимых мероприятий. Одно из них – праздник детства. Это масштабное событие проходит в течение всего дня, привлекая как детей дошкольного возраста, так и ребят совсем уже взрослых. Открыла праздник благотворительная ярмарка «Подари жизнь». В сквере Пушкина у районного культурного комплекса авторские поделки, рисунки, сладкую выпечку, выполненные руками детей и родителей, представили воспитатели детских садов. Вырученные средства пойдут на лечение 15-месячного Федора Кузнецова. Акция помощи конкретному ребенку проводится в районе уже четвертый год подряд. На сцене культурного комплекса «Концерт-путешествие» по ярким странам совершили воспитанники дошкольных учреждений. Там прошел фестиваль «Щелковские звездочки вокруг света». Сегодняшний фестиваль отправляет всех присутствующих в настоящее кругосветное путешествие. Юные артисты приготовили различные творческие номера, которые не могут оставить равнодушным. Уже стала хорошей традицией, что и дошкольное образование очень активно принимает участие. Вот 54 садика сегодня участвовали в ярмарке, привлеченной к сбору средств на лечение Феди Кузнецова. В концерте, который сейчас посвящен дружбе народов, это 27 детских садов сделали потрясающие костюмы, подготовили программы. О всех странах мира практически. Мы были уже и в Китае, и в Израиле, и в Японии, и в Индии, и в Белоруссии, и в Украине. Детство – это как играть, бегать, плескаться, играть на детских площадках. А самое главное – это быть маленькой. По-настоящему массовым мероприятием стала церемония посвящения в юноармейце. К Всероссийскому общественному движению «Юноармия» в этот день присоединились около 180 школьников Щелковского района. Всегда быть защитником слабо, преодолевать все преграды, борьбе за правду и справедливость. Клянусь! Клянусь! Успех любого дела, пусть это будет боевая операция или космический полет, космическая экспедиция, этот успех, он всегда зависит только от дисциплины. Есть дисциплина, все будет хорошо. Я надеюсь, что вступив в ряды юноармейцев, вы сполна получите этот урок дисциплины, и дальше в дальнейшем по жизни вы всего добьетесь, чего вы хотите. Ну а завершающим аккордом праздничного марафона стало подведение итогов муниципальной программы «Радуга успеха», а также праздник интеллектуала 21 века. На сцене Щелковского театра наградили победителей призеров областных олимпиад школьников, как старшеклассников, так и самых юных учащихся, учеников четвертых классов. А для трех тысяч ребят школьные годы остались позади. 24 мая в 34 школах района прозвенел последний звонок. Так, для выпускников девятых и одиннадцатых классов начался новый жизненный этап. Со школьной скамьи они отправляются во взрослую жизнь. Наши корреспонденты пообщались с ребятами и узнали, определились ли они с выбором будущей профессии. Праздник одновременно и радостный, в то же время немного грустный. Больше не будет уроков и контрольных записей в дневниках и перемен, а впереди немало задач. Совсем скоро экзамены, поступление в вузы, освоение профессии. Для кого-то из ребят этот звонок означает лишь конец учебного года, а для кого-то – начало нового жизненного пути. Вот так, надев праздничные выпускные ленты, ученики щелковских школ прощаются со школьной скамьей. Рядом с ними самые близкие и родные, родители, конечно, учителя, которые вложили в каждого знания и опыт. Напутствие для ребят звучат и от почетных гостей. Я уверен в том, что здесь сформировался тот педагогический коллектив, который, конечно же, дал вам все необходимые стержневые начала. Духовность, добро, любовь, ну и, конечно же, знания. И сделал все возможное, чтобы вы здесь в том числе получили воспитание настоящего человека. Что хочется в этом году им пожелать? Конечно, закончилась ступенечка, такая важная ступенечка в их жизни. Чтобы они все уроки, которые извлекли они в школе, не только уроки по предметам, но и уроки в жизни. Уроки справедливости, добра, честности, воспитания силы, воли, характера. Чтобы они обязательно применили их потом в своей дальнейшей жизни. Школу не зря называют вторым домом. Здесь ребята изучали не только предметы, они развивались творчески, раскрывая из года в год новые грани своих талантов. Весь месяц жители нашего района могли приобщиться к множеству культурных событий. Конкурс «Алябьевский соловей», «Кашинский фестиваль», «День славянской письменности и культуры», «День и ночь музеев». А новыми идеями и вдохновением работники культуры поделились друг с другом на ежегодном слете. Солнце, воздух и развлечения. Два теплых дня на природе, в окружении друзей и знакомых. Седьмой слет работников культуры в этом году прошел в лучших традициях коллективного отдыха в живописных экстерьерах лагеря «Юнармеец». У нас вся команда спортивная, поэтому мы готовы всегда. На все готовы. Тут никогда не ожидаешь, что тебя ждет. Приехали отдохнуть, научиться чему-то новому, встретиться с коллегами. У нас единый такой вот коллектив и вся культура вместе. Это очень здорово. Я очень благодарен вам за ваш труд. Он абсолютно, конечно же, в какой-то степени незаметен, просто он органично дополняет все процессы гражданского общества. И если бы вашего труда не было, то, наверное, бы не было той духовности и нравственности людей. Это самое большое удовольствие вместе с вами быть в равных условиях. Мне хочется, чтобы сегодня здесь, в этом зале, не было начальников и подчиненных. Мне хочется, чтобы сегодня мы действительно были настоящими добрыми друзьями. Если бы, чтобы быть первыми! Вот таким насыщенным на события был май 2018. Впереди летом, пора отпусков. Однако именно эти месяцы лучше всего подходят для решения актуальных вопросов. Ремонта дорог, подъезда, благоустройства. Так что впереди у коммунальных служб Пчелковского района также время плодотворной работы. И нам, несомненно, будет о чем вам рассказать. Вы смотрели программу «Говорим о главном». В студии работала Олеся Богданова. Увидимся через месяц. Субтитры подогнал «Симон»!